10 декабря в областном центре выберут миссис Гомель. Накануне этого события вместе с гостем программы диалог говорим о данном мероприятии, о развитии модельного бизнеса и моды в нашем регионе. Итак, мы начинаем. Клим Евгеньевич Андреев, директор, художественный руководитель Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа». Родился в Гомеле. В 1995 году получил специальность инженера-экономиста, окончив Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Работал на кафедре экономики и торговли Гомельского кооперативного института, где одновременно учился в аспирантуре. Закончил ее в 2000 году. Долгое время работал в коммерческой сфере. С 2009 года в Центре моды и красоты «Хрустальная нимфа». С 2012 директор и художественный руководитель этого учреждения. На вопросы, которые касаются деятельности Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа», прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Клим Евгеньевич, здравствуйте. Рад видеть в студии программу «Диалог». Добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Итак, в самом начале о событии грядущем. Первый региональный отбор «Миссис Гомель». Расскажите, с чем было связано решение о проведении этого отборочного тура в областном центре? К идее конкурса «Миссис Гомель» мы шли давно, наверное, с самого создания Центра моды в 2008 году. И идея совместить красоту, семейные ценности и, скажем так, подать это все в виде красивого, яркого шоу, она нашла свое воплощение в этом году и 10 декабря мы сможем это все увидеть. То есть, другими словами, это не просто конкурс красоты и не только конкурс красоты, а конкурс, который популяризирует семейные ценности? Безусловно. И это, наверное, самое главное в этом конкурсе. Какие критерии были предусмотрены для претенденток? В первую очередь, это, конечно же, гражданство Республики Беларусь, прописка в Гомельской области, это официально зарегистрированный брак, наличие детей и параметры физические. Рост не менее 172 сантиметров. Это связано, в первую очередь, с тем, что победительница конкурса получает билет в полуфинал республиканского конкурса «Миссис Беларусь». Интересно, а много ли гомельчанок откликнулось на анонс кастинга? Гораздо больше, чем мы ожидали. На кастинг пришло порядка 40 девушек с замечательной внешностью, с отличными физическими данными. И тут уже мы при отборе смотрели целиком и на образ девушки, и, скажем так, как она, может ли она общаться и достойна ли она представлять в Гомельской области, а впоследствии, я надеюсь, и всю Беларусь по результатам конкурса. Интересно, а кто эти люди, женщины, девушки, каких профессий? Это домохозяйки или бизнес-леди? Дальше, скажем так, порядка половины из них, это женщины, находящиеся сейчас в декретном отпуске. Мы были немало удивлены, что лишь трое из 15 претенденток имеют только одного ребенка, у всех остальных два и более. И даже интересный факт, одна из претенденток, одна из участниц конкурса, «Мать шестерых детей», и она была даже награждена Орденом Матери в 2011 году. Интересно, а что руководит этими людьми, я так себе представляю, да, счастливая супруга, мама троих детей, вдруг решение поучаствовать в еще одном испытании в своей жизни, конкурсе красоты, примерно так? Решение во всех случаях, нам тоже был интересен этот вопрос, и мы общались с конкурсантками, принималось на семейном совете, и в основном, даже практически во всех случаях, мужья, именно они видели объявления, рекламу конкурса, и они приводили своих супруг для участия, и морально поддерживали их, ведь их помощь существенна для того, чтобы девушки смогли участвовать, поскольку подготовка длилась три недели, и они продолжительное время отсутствовали дома и не могли заниматься домашними делами. А вот бывает, наверное, и наоборот, когда супруг против, девушка, может быть, и хотела поучаствовать, а он говорит, ну ты королева красоты только у нас в квартире. Я надеюсь, это исключение, ну, о котором мы уже не знали. Хорошо. В любом случае, девушек нужно подготовить к, возможно, первому выходу на сцену, какие мероприятия и занятия предусмотрены в этом плане организаторами? Была разработана целая программа подготовки, как я уже говорил, она длилась три недели, она включает в себя занятия по хореографии, дефиле и аэробике. Вот, кроме того, с девушками работают наши специалисты-психологи, скажем, и преподаватели по сцене речи, и чтобы они, скажем, чувствовали себя раскрепощенно и свободно. Вот так. Клим Генча, мне подсказывает, у нас есть первый звонок от наших зрителей, предлагаю выслушать. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Ваш вопрос? Меня зовут Елена, я проживаю в городе Гомеле. К сожалению, в этом году я не смогла попасть на кастинг, и вот хотелось бы узнать, будет ли проводиться конкурс «Миссис Гомель» в следующем году, и где можно поподробнее узнать информацию о конкурсе. Спасибо большое. Спасибо. Традиционно подобные конкурсы проводятся раз в два года, и вся информация о конкурсе заранее размещается на сайте Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» crystalnimf.by, и также во всех СМИ, поэтому мне очень жаль, что вы не услышали и не узнали об этом конкурсе сейчас. Ждите следующего выхода его. Можно уже начинать подготовку, я думаю. И можно уже начинать подготовку, потому что это делается не одним месяцем и не одним днем. Спасибо за ответ. Ну, а мне подсказывают, у нас есть материал в тему разговора. Сразу после короткого сюжета вернемся в студию и продолжим. Сегодня организаторы конкурса «Миссис Гумель» уже могут признаться, на такое количество участников они даже не рассчитывали. Вообще, идею проведения такого конкурса впервые озвучили еще в 2009-м. Однако реализовать ее на практике оказалось не так уж и просто. Впрочем, главный результат, тем более, что конкурсантки оказались очень способными. Получалось, наверное, все. Единственное, были требования немножко к росту, потому что мы хотим, чтобы наша участница в дальнейшем участвовала в финале конкурса «Миссис Беларусь» без прохождения кастинга, то есть автоматически попала в финал. А для этого нужно соблюдение определенных требований, которые уже выставляются не нами, а республиканским конкурсом. Определенные требования – это рост не менее 172 сантиметров, плюс внешние данные и творческие способности. Также для того, чтобы стать главной «Миссис Гомельской области», необходимо быть замужем и иметь детей. Самая лучшая и красивая мама региона – это ведь очень почетно. И даже первая награда – семейный тур по Европе – в этом случае может иметь не самое важное значение. «Очень важное участие, потому что для меня это большой опыт. Когда-то в прошлом я уже участвовала, в молодые годы, и хотела бы попробовать свои силы вновь уже спустя многие годы». Организаторы конкурса «Миссис Гомель» говорят, что на трудности подготовки конкурсантки не жалуются, хотя график очень напряженный. Кроме занятий дефиле дважды в неделю и еще двухчасовые занятия в тренажерном зале. Это только не профессионалам. Кажется, что ходить по подиуму – занятие простое. На самом деле здесь необходима как минимум хорошая физическая подготовка. Впрочем, без взаимопомощи тоже не обойтись. В конце концов, это сегодня они соперницы. А после завершения конкурса кто-то, возможно, станет лучшими подругами. «Конечно же, есть какой-то присутствует соревновательный момент. Но мы все дружные, все друг другу помогаем, поддерживаем, подсказываем все. В принципе, у нас атмосфера очень дружная». Пока потенциальные кандидаты на звание первой в истории «Миссис Гомеля» занимаются дефиле и готовятся к соревнованиям в спортивном зале, признаем, наград конкурса достойны все. Хотя по большому счету, самый главный приз у них уже есть. «Они все мамы. Выше этого звания ничего не может быть». «Моя цель в жизни – дать своим детям все, что в моих силах, обеспечить им хорошую жизнь, воспитание, чтобы они у меня выросли хорошие, добрые девочки». Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость в студии, директор, художественный руководитель Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» Клим Андреев. Клим Евгеньевич, ваши короткие комментарии по увиденному материалу. «Очень приятно, что девочки, все участницы конкурса, они здорово включились и даже начали предлагать какие-то свои творческие идеи. И, скажем, этого мы не наблюдаем, когда работаем даже с подобного возраста девушками на конкурсах МИС. То есть явно видно и люди творческие, думающие и уже взрослые». Многие, наверное, удивились, ведь большинству кажется, что модельный мир, он такой легкий, простой, вышел на сцену, прошелся по сцене и, в принципе, работа закончилась на этом. За плечами девушек видится спортивная подготовка. И я понимаю, что так хорошо выглядеть, как они выглядят. Мы все могли убедиться в этом. Это делается все не одним днем. Тем более, что, скажем, многие из молодых мам, скажем, совсем недавно стали мамами. А у некоторых уже и шесть детей есть. А у некоторых уже и шесть детей. Поэтому замечательно, что наши мамы так здорово выглядят, ведут спортивный образ жизни и правильно питаются. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 77 68 45. Если говорить о самом событии, мероприятии «Миссис Гомель-2015», что ждать нам, зрителям? Получится ли у организаторов сделать настоящее шоу? Я в этом ни капли не сомневаюсь, поскольку будет и обширная концертная программа, танцевальное выступление. Я не буду забегать вперед и озвучивать именно артистов, но все вкусы останутся необойденными, а уж, скажем так, сами девушки, они поистине красавицы, и у них будет возможность показать себя в различных нарядах, и это будет красивое шоу. Ваш совет для групп поддержки, ведь это тоже важный элемент и для организаторов, для того, чтобы получилось настоящее шоу, ну и, конечно, для поддержки самих участниц. Как готовиться к группам поддержки? Может быть, что-то посоветуете? Не стесняйтесь, приходите поддержать своих друзей, знакомых, и шумите, кричите, хлопайте, используйте все возможные доступные средства для того, чтобы поддержать, потому что людям, находящимся на сцене, тем более в первый раз, поддержка просто необходима. Так что надеюсь, что вы придете подготовленными, с плакатами, с лентами, с вестками, чем угодно, и мероприятие будет веселым и жизнерадостным еще и со стороны зрителей, а не только со сцены. Клим Генч, как расцениваете силы наших участниц? По силам ли гомельчанкам в этом году повторить успех нашей землячки Юлии Перегудовой «Миссис Беларусь 2015-2014»? Я очень на это рассчитываю, и думаю, что у нас есть весьма хорошие шансы. Девчата красивые, подготовленные, мотивированные и нацелены на победу. Поэтому я искренне надеюсь, что сегодня мы выбираем не только, будем выбирать не только «Миссис Гомель 2015», но и «Миссис Беларусь 2016». Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 77 68 45. Сразу после короткой рекламы мы вернемся в студию и продолжим. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, директор, художественный руководитель Центра мода и красоты «Хрустальная нимфа» Клим Андреев. Клим Евгеньевич, мне подсказывает, что у нас есть еще один звонок от наших зрителей. Предлагаю выслушать. Здравствуйте, вы в эфире. Спасибо. Ким Евгеньевич, беспокоит вас коллега ваших родителей, Лягина Елена Васильевна. С мамой вашей мы были стюардессами. С вашим отцом, командиром корабля Гомельского аэрофлота, мы тоже хорошо были знакомы и дружили. И когда вы сказали о матерях, я не могла удержаться, чтобы не позвонить вам. Спасибо. Слежу за вашим творчеством, желаю вам успехов, приношу сополезнования в связи с гибелью вашего отца и большой-большой привет маме, а вам и вашей «Хрустальной нимфе» долгих и плодотворных лет творчества. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Я так понимаю, после таких слов хочется работать вдвойне. Конечно. Оценка всегда очень важна. И я благодарен за этот звонок и за эти теплые слова. Мне очень приятно. Итак, я напомню, что миссис Гомель мы выбираем 10 декабря. Приглашаю всех гомельчан, жителей области, на это событие. Знаю, не так давно в областном центре выбрали маленькую гомельчанку. Поделитесь впечатлениями. Гомельщина, житница, красавец и совсем маленьких, и взрослых. Поэтому здорово, что у нас есть такие конкурсы, как «Маленькая гомельчанка», «Мисс Гомель». Теперь уже появится и «Миссис Гомель», также и «Мистер Гомель» проводит замечательный конкурс с нашим городским центром культуры. Кстати говоря, «Мисс Гомель» и «Мистер Гомель» уже традиционные для Гомеля события. Чем-то конкретным и кардинальным они отличаются от предыдущих мероприятий, о которых говорили? Каждое из этих мероприятий все-таки нацелено на свою аудиторию. И, естественно, они отличаются друг от друга максимально. Это и иные постановки, и, скажем так, и костюмы, и, скажем, как себя проявляют мужчины и женщины. Это тоже абсолютно разные вещи. Ну вот, кстати, конкурс «Мистер Гомель». Участников достаточно или же намного меньше, чем на конкурсе «Мисс Гомель»? Участников было много, и желающих участвовать было много. Другое дело, что, наверное, работы мужчинам, моделям не так много, как девушкам. Поэтому не все из ребят расценивают эту работу все-таки как профессию и хотят в нее идти. Не за горами конкурс «Мисс Гомель-2015». Расскажите об этом событии. Подготовка уже идет, как понимаю. Подготовка уже идет. Конкурс проводит городской центр культуры. И конкурс также состоится в декабре. И я сам с удовольствием стану зрителем этого конкурса. Вот. Приятно, что он проходит и стал также ежегодным. И собирает большую аудиторию. И девушки к нему готовятся. И это несет большое положительное, скажем так, дает пользу. Клим Югенч, не могу не затронуть по-настоящему имиджевые проекты центра моды и красоты «Хрустальная анимфа». Наверняка догадываетесь, что сейчас речь идет о таком проекте, как фотоарт и «Бег на каблуках». Расскажите о них подробнее. Не приутих интерес у гомельчан к этим проектам? Напротив, интерес не приутих. И более того, проекты стали более глобальными, поскольку в последней, скажем, фотоарте принимали участие фотографы не только из области, но и со всей Белоруссии. И количество заявок растет, и уровень фотографов растет, интерес, и уровень партнеров конкурса. И «Бег на каблуках» тоже уже проходил не только в Гомеле, мы проводили его уже и в Витебске, в Дни Славянского базара. И планируем в будущем проводить его во всех областных центрах республики. И еще одно очень интересное направление деятельности – организация конкурсов красоты на предприятиях области. Расскажите, насколько популярен этот вид услуг сегодня в Гомеле? Это очень интересная идея и очень правильное мероприятие, поскольку такой конкурс позволяет объединить коллектив предприятия, раскрыть творческие способности, показать истинную красоту женщин, работающих на предприятии, их коллегам, друзьям, знакомым, и связать коллектив неформальными узами. Поэтому я рад, что у нас на Гомельщине есть руководители, которые это понимают и разделяют, скажем так, наше понимание, видение этого вопроса. Где уже традиционно такие конкурсы проводятся? Да, и неоднократно, скажем, приглашали нас для проведения подобных конкурсов. Мы проводили их в ООО «Гомельхлебпром». В этом году конкурс состоялся в «Стройматериалы», также на предприятии «Мелковита». Мы неоднократно проводили такие конкурсы на «Беларусьнефти». То есть география, скажем так, обширна, и различные предприятия обращаются к нам за тем, чтобы мы организовали и провели, сделали конкурс действительно достойным, поставили, подготовили костюмы и срежиссировали все так, чтобы это было шоу на уровне того, что мы видим по телевидению. А с какими трудностями в организации таких мероприятий и проектов часто приходится сталкиваться? Наверное, в первую очередь с мыслями о том, что мы же не профессиональные модели, что вы от нас требуете, мы никогда не поднимались на сцену. Такое тоже ведь бывает, правда? Вы абсолютно правы. И большая часть работы по подготовке такого мероприятия – это психологическая работа именно с конкурсантками, с участницами для преодоления вот этого сопротивления и страха перед сценой, раскрепощения и, скажем, выхода на сцену уже как полноценного артиста. Но тут немаловажную поддержку играет все-таки роль, играет поддержка зала. И поэтому, когда эти конкурсы проходят на свою аудиторию, естественно, то, чувствуя поддержку со зрительских мест, люди раскрываются. В любом случае, это хорошее корпоративное мероприятие. Это замечательное, веселое корпоративное мероприятие, и интрига есть всегда, и победителям можно просто даже не предполагать, кто выиграет, поскольку люди раскрываются абсолютно кардинально и представляют в другом свете полностью. Клим Евгеньевич, есть еще один звонок, давайте выслушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Людмила. Я вот много слышала хорошего о Центре моды красоты социального, социальной инфы. И хотела бы у своего ребенка отдать. Ну, как-то так вот, на карте мы не успели. Вот. Хотелось бы узнать, можем ли мы еще прийти, по каким дням занятия проходят. Спасибо большое. Спасибо. В Центре моды сейчас действуют два направления, касающиеся модельной подготовки. Это театр моды и подиум школа. Занятия ведутся как в будние дни, так и в выходные. Также открыты три танцевальные студии. Поэтому любой желающий в любое удобное время может с нами связаться и выбрать для себя удобный формат для посещения занятий. Вот. Как в дневное, так и в вечернее время. Центр работает семь дней в неделю с полдевятого утра до полдесятого вечера. Хорошая новость, которая облетела вчера практически все средства массовой информации. Гомельчанка стала победительницей национального конкурса красоты Miss IT 2015. Клим Евгеньевич, это в Гомеле школа подготовки такая хорошая или же в Гомельчанке просто очень красивая? И то, и другое. И хорошие примеры победительниц с Гомельчины, я думаю, что они играют тут самую весомую роль. Чувствуя, что есть возможность победить, девушки рискуют, не стесняются и идут. И тому примеров масса. Это и участница SupraNational с Гомельчины, которая вообще с подругой пошла на кастинг и не планировала там участвовать. А в итоге представляла Беларусь на этом престижном конкурсе. И названная вами Юлия Перегудова, миссис Беларусь, мама двоих деток и член жюри миссис Гомель, которая состоится 10 декабря. Очень приятно, что она нашла время и возможность поучаствовать и принять участие в жюри нашего конкурса. Кстати говоря, а насколько востребованы сегодня наши гомельские модели на национальном и зарубежном уровне? Есть такая информация? Девушки востребованы. Ситуация улучшается, я скажу так. Еще несколько лет назад, когда мы говорили с вами, встречались и говорили об этом, все было иначе. И сотня моделей, наверное, на всю Беларусь, живущих в Минске в основном и в Бресте, покрывала все запросы, касающиеся модельной работы. Сегодня и гомельские лица появляются в рекламных роликах и на билбордах? И не только в Беларуси. Это отрадно. Так, буквально на днях, проводя свой традиционный конкурс «Леди Голливуд», мы обнаружили, что победительница его сейчас работает в Китае по модельному контракту. И это касается многих наших девушек, наших выпускниц, которые уезжают за границу на месяц, два, три, полгода. И работают моделями, и зарабатывают, и это становится профессией, наконец-то. Говоря о моде, просто не могу не спросить о дизайнерах. Как эта сфера развивается? Насколько востребованы и известны наши дизайнеры сегодня в Беларуси и за рубежом? Эта сфера развивается, но гораздо слабее. Я думаю, что здесь всему виной то, что дизайнеры вступают, скажем, на тропу конкуренции с люксовыми брендами мировыми. Но, другими словами, это вообще отдельный сегмент, правильно? Это отдельный сегмент, и это сегмент, требующий серьезных материальных вложений. Так, молодым дизайнером на Западе считается человек после 40, который вложил в свой бизнес, в свой бренд, как минимум, там, шестизначные цифры. И это хоть какая-то на производственной линии, в собственные магазины и так далее. У нас понятие молодого дизайнера – это человек, который подготовил хотя бы одну коллекцию одежды. Вот. На Гомельщине с этим обстоит еще грустнее, поскольку на сегодня единственный работающий профессиональный дизайнер Наталья Кострома Андрюк из Речицы не имеет собственной коллекции сейчас, поскольку там какие-то, ну, даже не творческого плана, а материального, скорее всего, тут вопросы. В общем, мы в начале достаточно большого пути. Да, но тем не менее молодежь растет и, скажем, такая кузница кадров, как мельница моды, ежегодно поставляет десятки имен и дает старт всем тем, кого мы потом можем называть белорусскими дизайнерами и кого мы потом видим, скажем, на бирках, сшитых уже профессионально вещей. Так, хорошей новостью для белорусского дизайна, я считаю, стало пришествие в компанию «Элема» главным дизайнером Ивана Айплатова, вот, имя которого достаточно известно в Белоруссии. И это хороший пример того, как дизайнер, имеющий самостоятельный бренд, стал профессионалом и пришел на работу в крупное предприятие. Сейчас определяют белорусскую моду, это здорово. Кстати, а что вы знаете о белорусских дизайнерах? Именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышли наши корреспонденты. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас. Рубрика «Есть мнение». Белорусских дизайнеров? Нет. А как вы считаете, есть они у нас? Я думаю, что есть. Считаю, что нету. И если были, видно было на улице. По прохожим, по жителям во что одеваются. А так одевается во все американское, польское, турецкое. Конечно, Запад задал какой-то свой уровень. Но в последнее время, как я смотрю, наши белорусские дизайнеры тоже начинают постепенно что-то свое привносить. И тем не менее оставлять в этом что-то свое белорусское, народное. В костюмах это у некоторых дизайнеров тоже видно. И это очень приятно, что не только западные какие-то бренды, сами дизайнеры, но и наша белорусская продвигается. У каждой, наверное, страны, республики свой стиль есть. Белорусские дизайнеры, с которыми я сталкивалась и мне нравятся. Допустим, наша реческая дизайнер Кострома Андринюк. Очень талантливая, молодая. У нас есть в Гомеле хорошие дизайнеры, которые работают с детскими коллекциями. Это Воробьева Светлана. Потом Порисенко. Ну, сейчас не могу даже вспомнить еще фамилии. Ну, достаточно у нас хороших, толковых. Самих дизайнеров я вообще не знаю, никого. Знаю одну, по крайней мере, это Анастасия Кухаревич. Уровень, скажем так, уровень растет у белорусских дизайнеров. С каждым годом становится все выше и выше. Но, на мой взгляд, уровень дизайнеров, допустим, европейских, да, он на порядок выше, мне кажется, чем наш. Возможно, есть, но лично я не знаю. Нет, не знаю. Знаю Анну Никольскую, Анну Кухаревич. Они очень выдающиеся и многого добились. Много собственных коллекций у них есть. Нет, белорусские есть. Я знаю, что даже белорусские дизайнеры шьют там что-то для каких-то российских исполнителей. Ну, не знаю, по фамильям я не скажу. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, директор, художественный руководитель Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» Клим Андреев. Клим Евгеньевич, ваши комментарии. Я очень рад, что появляются новые имена, которые уже знают люди. И знают люди. Это вот очень важно. Это очень важно, да. И я считаю, что тут немало, скажем, в этом отношении изменилась ситуация появления большого количества внимания к моде, которое в первую очередь исходит от СМИ, от самих людей. То есть модно одеваться становится популярно. И одеваться в белорусское становится популярно. И у белорусских дизайнеров не так. Поэтому так, скажем, популярна и вышиванка, о которой мы говорили. И это становится модным, интересным. И одежда выходит на профессиональный уровень. То есть растет уровень дизайнеров, о чем говорили. И становятся доступными хорошие, красивые ткани. Вот. Соответственно, изделие становится лучше. Итак, новый учебный год в Центре моды и красоты «Хрустальная нимфа» стартует обычно в сентябре, так как и во всех учебных заведениях страны. Много ли желающих в этом году пришло на кастинг, на отбор ваше учреждение? Немало. Порядка трех сотен ребят и девушек пришло к нам в этом году. И это немного меньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, все равно немало. И сейчас жизнь кипит. С сентября по май, скажем так, у нас практически нету свободных часов в то время, когда идут занятия. То есть вечерние, выходные. То есть когда ребята и девушки свободны от занятий в школах и в вузах, то все часы расписаны. И даже сейчас, когда мы готовимся непосредственно к миссис Гомель, то часы для того, чтобы проводить занятия с конкурсантками, приходилось выкраивать и кого-то там передвигать. Может быть, какой-то дефиле в коридор или в ремерный класс для того, чтобы освободить демонстрационный зал для проведения репетиции. Интересно. Мечта о модельной жизни – это чаще бывает все-таки идея самих ребят или же чаще их родителей? В основном это желание родителей дать детям подготовку в этой сфере. И это первое и главное в этом вопросе, поскольку центр моды прежде всего дает ребенку эстетическое воспитание и развитие, скажем, любви к красоте, к пониманию моды, к пониманию правильного питания. И тот комплекс предметов, который мы даем во время подготовки, он и определяет, в общем-то, кем выходит от нас парень или девушка. То есть задачи из каждого участника процесса обучения сделать профессиональную модель нет? Нет. Хоть это, конечно, тоже хорошо в идеале, но знания полученные обязательно пригодятся в жизни? Знания пригодятся, расширят кругозор и дадут возможность чувствовать себя уверенно и комфортно на сцене, на подиуме, в жизни, перед камерой, перед фотокамерой. И это самое главное, я считаю. Кого в первую очередь обычно ищут педагоги? Это пресловутая 90-60-90 или же упор на яркую внешность и образ? Педагоги в первую очередь ищут тех, кто хочет заниматься сам, потому что невозможно, скажем так, человека заставить заниматься. Все-таки мы говорим о внеклассных занятиях, это дополнительные занятия. И если у ребенка нет желания, если он хочет играть в хоккей, то в модельную школу он попал случайно, поэтому мы с пристрастием задаем вопросы, что именно нравится ребенку и почему он пришел сюда, мама или его привела сюда, или он сам хочет заниматься. И стараемся прямо на начальном этапе отсеивать тех детей, которым это действительно неинтересно и не нужно. А ведь действительно модельный мир блестит и манит. С какими представлениями об этой сфере чаще всего приводят своих деток родители? Естественно, родители хотят видеть своих детей на подиумах, под вспышками фотокамер. И это вполне возможно и реально. И это хороший стимул для того, чтобы и ребенок занимался, и, скажем так, родители прикладывали к этому усилия. Но мы в свою очередь делаем все, чтобы ребенок имел необходимый комплекс знаний, умений и практики. Самое важное ведь здесь это дать ему практику, дать возможность выйти на аудиторию, на каких-то больших мероприятиях, показах. Поэтому мы в процессе обучения мы вывозим деток и на крупнейшие модные мероприятия страны Беларусь Fashion Week для того, чтобы они увидели, скажем, тот результат, к которому нужно стремиться. И пощупали вот этот вот глянец сами и побыли в зале на больших показах, посмотрели одежду ведущих дизайнеров страны и познакомились, скажем так. Некоторые зрители, я думаю, сейчас уже ищут в интернете сайт «Хрустальная нимфа» для того, чтобы записать нужные контакты. Вопрос, мне кажется, важный и интересный многим. Всем ли занятия в центре моды будут по карману? Я в этом не сомневаюсь. Занятия в центре моды доступны. И более того, мы, скажем так, в ценообразовании, мы ориентируемся на среднюю цену по городу, на занятия в любой из студий. То есть, будь то танцевальная студия, модельная, либо какая-то еще. Но мы в этом идем дальше, потому что мы предлагаем, скажем, в эту сумму вдвое больше часов. Как я говорил, у нас помимо аэробики, хореографии, дефиле, у нас в учебную программу входит и фотопластика, и модный английский, история моды, и основы визажа парикмахерского дела. Поэтому ребята и девушки, которые проходят у нас годичный курс обучения, они становятся, скажем так, ну, если не профессионалами, то, по крайней мере, людьми глубоко сведущими в том, что касается красоты, ухода за собой, правильного питания, вот, и восприятия, скажем, действительности уже все-таки глазами моделей человека моды. Хорошо. А какое процентное соотношение парней и девушек сегодня в центре моды и красоты? Девушек значительно больше, как я понимаю. Девушек значительно больше, соотношение не меняется уже достаточно много лет. В среднем это где-то 70 на 30. Вот, то есть на 7 девушек 3 парня, вот я бы так сказал. Клим Евгеньевич, всегда хотел у вас спросить, а как вы пришли в модельный бизнес? В 2008 году я совершенно случайно попал на одно из мероприятий центра моды, как сейчас помню, это были показы, открытый подиум, они проходили в городском центре культуры. В качестве модели попали? В качестве зрителя. В качестве зрителя. И увидев, скажем, ту глянцевую картинку, которую я до этого видел только по фэшн-тиви, вот, увидев, что это делается здесь, в Гомеле, и есть люди, профессионалы, которые делают это и знают как. Вот, я просто после мероприятия подошел к руководителям и сказал, мне очень нравится, что вы делаете, и я хотел бы помогать. Вот, и уже спустя полгода я помогал, скажем, всеми возможными средствами, еще тогда, не работая в центре моды, в подготовке Мисс Хрустальная Нимфа, и после конкурса я пришел на работу в центр. А на сцену в качестве модели не хотелось никогда попасть? Или все-таки кто-то должен быть топ-менеджером, кто-то должен быть хорошей моделью? Все-таки я предпочитаю находиться за сценой и организовывать процесс так, чтобы он шел гладко и хорошо, поэтому Бог миловал, скажем так, я по другую сторону. Спасибо, Клим Евгеньевич. Я же напомню, что сегодня гостем программы «Диалог» был директор, художественный руководитель Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа» Клим Андреев. Клим Евгеньевич, спасибо за интересный и полезный разговор. На этом ставим точку. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова